В эфире телеканал Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Мотополисты Металлурга обсудили с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским победу на Кубке России и планы на сезон. Команда легендарная, люди легендарные, которые вписали свое имя в историю, в историю фактически мирового спорта. Участницы объединения «Нежный бизнес» рассказали, легко ли бы сегодня предпринимателям. Встреча направлена на знакомство администрации с нашим сообществом. Неочередной рейд провели сотрудники энергетической компании «Россети Московский регион». При выявлении таких вот нарушений мы выезжаем на место, мы фиксируем. Спортсмены легендарной мотобольной команды «Металлург» встретились с главой Ленинского городского округа. Совсем недавно видновчане вернулись с Кубка России, где в 29-й раз стали чемпионами. О решающем матче и планах на сезон расскажет Юлия Погасьян. В конце апреля начался новый мотобольный сезон. Домашней игрой «Металлург» открыл чемпионат и совсем скоро спортсмены отправились на Кубок России в город Ковров. Неделя ежедневных игр, а в финале видновчане встретились со своим основным противником – «Колосом» из Ипатова. Вроде как подумаешь, 29 раз. Это солидно и много. А когда анализируешь, допустим, последний Кубок в Коврове, в финале за 40 секунд до конца проигрывали 3-2. Им ставят пенальти Анатолий Касьянов, доверен ему выбить пенальти, забивает пенальти 3-3. Два по 10. И таких судьбоносных историй у игроков сотни. В этом году «Металлург» отмечает 50 лет. За это время команда неоднократно брала высшие награды в мире мотобола. Костяк сборной России составляют именно игроки видновского клуба. Вновь завоеванный Кубок спортсмены принесли с собой на встречу с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским. Команда легендарная. Люди легендарные, которые писали свое имя в историю, в историю фактически мирового спорта, договорились о том, что нужно менять подвижной состав мотоцикла. У нас, к сожалению, не получилось два года назад это сделать. Но теперь очень постараемся, чтобы это случилось в этом году. Но парням хочется пожелать новых побед, потому что мы болеем за них, переживаем. Среди игроков много молодежи. Принцип «Металлурга» – не дожидаясь смены поколения, растить новых спортсменов и внедрять их в основной состав. С такими мастерами, с такими монстрами, можно сказать, мотоболы играть и тренироваться, брать только лучшее. Это самое лучшее, что есть в мотоболе. О заслугах молодежи главе Ленинского округа рассказал президент команды Валерий Нефантьев, который также отметил, насколько для «Металлурга» важна и цена поддержка администрации. Результат сказывается, когда есть работа. Есть работа, есть отношения, есть внимание, есть поддержка. Ребята тоже чувствуют. Это тоже прием сегодня у главы. Он просто морально ребят поддерживает. Я знаю, что первый человек смотрит, их принимает, их благодарит. Это многого стоит. Тем временем в самом разгаре чемпионат России. В его рамках «Металлург» уже сыграл шесть матчей. На днях ребята вернулись с выездных игр. А на домашнем поле 28 мая им предстоит встретиться с Ковровцем из Владимирской области. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин встретился с представительницами объединения «Нежный бизнес». Предпринимательницы города рассказали о своих проектах и проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Подробности в нашем следующем сюжете. Ирина Фролова уже четыре года руководит частным англоязычным детским садом. Рассказывает, идея создания такого бизнеса появилась после рождения ребенка. Сын Ирины еще в год начал общаться на двух языках. В тот момент женщина поняла ее предназначение – учить говорить на иностранном даже самых маленьких. Они обучаются по моей авторской методике. Деток мягко погружаем, свободно, нежно общаясь с ними на английском языке. Чем младше ребенок, тем выше скорость у своей языка. Сегодня очень хорошая возможность встретиться с главой Линдского района, рассказать, что мы как бизнес хотим донести до глав и, возможно, нам смогут помочь. На встречу женского бизнес-сообщества Ирина пришла, чтобы решить важный вопрос. Детская площадка, на которой гуляют воспитанники ее сада, находится через дорогу от учреждения. Пешеходного перехода в этом месте нет, хотя он необходим. С этой проблемой бизнес-леди обратилась к Альберту Гравину. Первый заместитель главы администрации Ленинского округа пообещал взять решение ситуации на личный контроль. В неформальной обстановке мы встречаемся, обсуждаем за круглыми столами, не со сцены, различные наболевшие вопросы, многие из которых просто необходимы и возможно решить, находясь в данной прекрасной компании. Встреча направлена на знакомство администрации с нашим сообществом, с девушками, соответственно, которые являются членами в городе Видное, и представлением их бизнеса и возможностью нахождения путей взаимодействия нас и администрации. Также девушки задавали вопросы по поводу оформления вывесок и поддержки в условиях кризиса. Встреча участниц сообщества «Нежный бизнес» с Альбертом Гравиным прошла накануне Всероссийского дня предпринимателя. Поэтому время уделили не только важному, но и приятному. Самые активные бизнес-леди округа получили благодарственные письма от администрации и руководства объединения. Миссия нашего сообщества – гармоничное развитие женщины, соответственно, финансово стабильной и реализованной, успешной во всех отраслях – социальной, культурной. Конечно же, сегодняшнее мероприятие – это тоже часть той самой социальной составляющей, которая наполняет женщину. Руководитель областного отделения сообщества уверена, участие в общественной организации позволяет бизнесу расти быстрее, а женщине – пробовать себя в новых отраслях. Сама Наталья занимается производством мебели, до этого руководила своей кондитерской. Говорит, если бы не «Нежный бизнес», за более масштабное дело не взялась бы. Поэтому теперь с удовольствием поддерживает других. За круглым столом собрались и флористы, и стоматологи, и педагоги, и организаторы мероприятий. На всех их объединяет одно – любовь к своему делу и постоянному развитию. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе состоялся внеочередной рейд сотрудников южного филиала компании «Россети Московский регион». Специалистами службы зафиксированы нарушения по правилам безопасного нахождения торговых объектов, расположенных на 26-м километре Каширского шоссе вблизи линий электропередач. Энергетиками компании «Россети Московский регион» в охранной зоне линии электропередач, находящихся на 26-м километре Каширского шоссе, зафиксировано грубейшее нарушение правил, несоответствующее расположение торговых точек. При выявлении таких нарушений мы выезжаем на место, мы фиксируем, обращаемся в соответствующие органы и, соответственно, после уведомления собственника о том, что он не в том праве, предпринимаем какие-то дальнейшие действия. На территории рынка поднят грунт для строительства торговых и складских помещений, в результате чего уменьшены габариты высоковольтной линии до 2,5 метров вместо 6. «Тут габарит уменьшен до минимального размера. То есть даже проходя под этим проводом обычный большегрузный транспорт высотой более 3-3,5 метра, может попасть под напряжение 35 тысяч вольт. Что может негативно сказаться на здоровье и жизни водителя и людей, которые находятся вокруг». В октябре прошлого года предприниматель Дмитрий Тимофеев на территории комплекса открыл продуктовый магазин. Близкое расположение проводов его не смущает. Говорит, вреда это не принесет. «Нет, ничего не опасно. Это высотное строение опасно строить под линии, а низкоэтажное строение ничем это не опасно». Другие владельцы торговых точек также не задумываются об опасном расположении линий электропередач. «Мы в безопасности. У нас есть охрана, администрация. На них надеемся, что все будет хорошо, конечно. Ну, был ЧП, но это, наверное, наше недоглядение продавцов и арендаторов». Если собственник комплекса не устранит проблему и не уберет торговые объекты с охранных зон, то зафиксированные нарушения будут переданы в суд для дальнейшего решения вопроса. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. 25 мая во многих странах отмечают Всемирный день щитовидной железы. В честь этого события мы пригласили в нашу студию человека, который знает все о том, как сохранить здоровье эндокринной системы. Вранчай-эдокринолога Видновской районной клинической больницы Анну Садорскую. Здравствуйте, Анна Владимировна. Здравствуйте, Екатерина. Давайте для начала вообще расскажем нашим телезрителям, что же такое щитовидная железа и где она находится. Щитовидная железа – это важный орган эндокринной системы. Впервые, когда ученые описывали щитовидную железу, они ассоциировали ее с щитом. То есть в связи с этим получила название – щитовидная железа. Щитовидная железа находится на передней поверхности шеи, над щитовидным хрящом. И делится на правую и левую доли. Всего лишь ее масса – 20-30 грамм. И у здорового человека практически щитовидной железы не видно. Но при этом щитовидная железа выполняет массу функций. Накапливает йод и также вырабатывает тироидные гормоны. Триод – тиранин и тироксин. Это так называемые тироидные гормоны. Они влияют на функцию всего нашего организма. И самая важная функция – это обмен веществ всего нашего тела. То есть энергообеспечение. Также влияет на функцию сердечно-сосудистой системы, на физическое, эмоциональное развитие, на формирование костной ткани. И вот важный момент – это энергия нашего тела. Как неправильная работа щитовидной железы вообще влияет на организм? На чем сказывается в первую очередь? Как раз я уже говорила про энергию. Когда нарушена функция щитовидной железы, она снижена. Энергия уменьшается, снижается. В связи с этим количество выработки тироидных гормонов тоже уменьшается. Это состояние называется гипотиреоз. При таком синдроме гипотиреоза человек испытывает повышенную утомляемость, также мышечную слабость, прибавка массы тела. Возможно, возникает сухость кожи, сухость волос, ломкость волос. Также замедляется сердцебиение. Все эти признаки – осиплость голоса. Тоже может быть свойственно снижению памяти, депрессия, повышенная забывчивость. Все эти признаки, возможно, кто-то из наших телезрителей сегодня что-то узнает и обратится к врачу. Помимо этого, есть еще синдром гипотиреоза. Когда наша щитовидная железа начинает избыточно продуцировать вот эти тироидные гормоны, они повышаются, то есть большое количество энергии выделяется. И вообще наш организм начинает испытывать интоксикацию, то есть происходит отравление организма. Какие признаки может почувствовать человек на себе, когда испытывает состояние гипотиреоза? Повышенная раздражительность, снижение массы тела не связано абсолютно с снижением употребления продуктов. Также, возможно, потливости. Также раздражительность повышенная. Экзофтальма, получается, выпуклость глазных яблок. То есть могут пациенты на себе такое увидеть. Увеличение размера щитовидной железы тоже невизуально, взглядом можно тоже обратить внимание и заметить. Вот. И также выпадение волос. То есть эти признаки как раз человек может на себе увидеть, обратить внимание. Кто находится в группе риска по этим заболеваниям? То есть передается ли это какая-то предрасположенность, если по наследству? Как вообще возникают эти заболевания? Конечно, многие заболевания имеют наследственную этиологию, в том числе щитовидная железа. Но, к сожалению, возможно, даже в какой-то мере к счастью, мы не можем поверять на наши генотипы. Это те совокупности генов, которые нам передали родители. Но вот на свой фенотип, на те факторы окружающей среды мы можем и должны повлиять. То есть нам необходимо вести здоровый образ жизни, исключить и убрать вредные привычки. Это курение. Потому что в составе никотина содержатся вещества, которые пагубно влияют на клетки щитовидной железы. В связи с этим может нарушаться функция щитовидной железы как в гипер, так и в гипо-состоянии. Также необходимо употреблять в пищу продукты, содержащие йод. Такие продукты у нас повседневно есть в нашей еде, но не стоит о них забывать. То есть это морепродукты. Также фрукты, например, хурма, виноград, должны быть молочные продукты натуральные. Это молоко, сыр, кефир, творог. То есть все вот это совокупности способствует поддержанию йода в нашем организме. Кто курит, у кого наследственность отягощена по данному заболеванию. Кто не употребляет продукты, богатые йодом. Также, соответственно, кто ведет неправильный образ жизни, не высыпаясь, постоянно в нагрузке, стрессе, тот в группе риска. Насколько вообще легко это корректируется? И, в общем, ну, то есть это проходит. Можно ли вылечить заболевание щитовидной железы? Или, в общем, это не лечится? Бояться ни в коем случае не нужно. Обязательно нужно идти, потому что порой пациенты боятся и не идут. И на самом деле только дело себе хуже. Поэтому обязательно нужно прийти на прием и уже согласно определенной ситуации, в конкретном случае уже решается. Потому что есть иногда порой незапущенный случай и требуется минимальная коррекция заместительной гормональной терапии. Если мы берем как раз заболевание гипотиреза, возможно, улучшение состояния, возможно, да, то есть когда пациент прислушивается к нашим рекомендациям, возможно, уход от заместительной гормональной терапии. Но там разные ситуации, естественно, нужно мониторить, нужно следить и проводить динамический контроль. Поэтому это все, на самом деле, все индивидуально подбирается. Но ни в коем случае не бояться идти, обследоваться и знать о состоянии своего здоровья. Спасибо вам большое за информацию. Спасибо, что пришли. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях была врач-эндокринолог Видноска районной клинической больницы Анна Цадурская. В Центральном парке отдыха города Видное состоялся день открытых дверей детской школы искусств. Это совместный проект образовательного учреждения и Видновского парка. Подробные расскажет Дмитрий Книга. В Центральном парке отдыха города Видное состоялся день открытых дверей, организованный сотрудниками детской школы искусств. Мероприятие в таком формате прошло впервые. И посетители парка смогли не только хорошо провести время, но и больше узнать о работе ДШИ. Мы единственное учреждение в городе Видном, которое дает, можно так сказать, профессиональное образование. После окончания нашей школы детки, которые у нас закончили курс обучения, могут поступать, выбирать в своей профессии данные направления, по которому они учились. Сотрудники учреждения подготовили мастер-классы, где наглядно показали работу девяти отделений школы искусств. Например, здесь можно было увидеть игру на ударных инструментах совсем юных воспитанников ДШИ. Подходят, все спрашивают, хотят учиться. Ну, окажется, что все это легко и весело, все блестит. Вот, и музыка красивая. Ну, не все, конечно, придут, но сегодня всем нравится, все хотят учиться. По соседству все желающие могли попробовать себя в изобразительном искусстве. На примере работ своих учеников преподаватели рассказывали об основах рисования пастельной техникой. Здесь мастер-класс рассчитан на различную возрастную категорию. Люди приходят и взрослые, и дети, как бы все рисуются и рисуются с удовольствием. Родители, чьи дети уже учатся в ДШИ, делились впечатлениями. Моя дочь занимается в школе искусства уже с четырех лет. В принципе, она делает успехи, у нее есть диплом и первой степени, и второй степени. Она участвует в различных конкурсах. Ей это очень нравится, с самого раннего детства. Мне очень понравилось рисовать, и мне кажется, что я нарисовала, ну, в принципе, нормально. Рядом ученики второго и четвертого классов проводили урок на открытом воздухе. Под присмотром своего учителя молодые художники с натуры рисовали мост. Это очень интересно, поскольку рисование в Кренере – это эмоции новые, и мы видим все с натуры. Это гораздо интереснее, чем сидеть в классе. На сцене проходил концерт исполнителей на музыкальных инструментах и вокально-хорового отделения. Зрители услышали знакомые классические мелодии, народные и военные песни. В «Видном» на стадионе «Металлург» стартовало первенство городского центра спорта по футболу среди дошкольных учреждений. 13 детских садов приняли участие в отборочных играх, чтобы продемонстрировать свою силу, ловкость и командную выручку. Из-за боковой линии мяч водится ногами. Отворот бросает рукой. Что еще? Ну, поаккуратнее, без травм. Они совсем еще юны, но не менее резвы и азартны, чем их спортивные кумиры. Более 157 маленьких любителей футбола вышли на поле стадиона «Металлург», чтобы доказать, что они умеют хорошо играть. Первенство городского центра спорта среди дошкольных учреждений проходит в муниципалитете уже в 13-й раз. Футбол – это командная тактическая игра. И я очень рада, что в ваших сердцах, дорогие наши дошкольники, любовь к футболу уже поселилась, живет и развивается. Я всем желаю победы, и мы будем искренне за вас болеть и переживать. В этом году в футбольном турнире принимают участие 13 команд из детских садов Ленинского городского округа. Проведем сегодня групповой этап, а завтра, соответственно, финальный этап в виде полуфинала и финала. Может быть, у кого-то из них появится желание, соответственно, в этой дисциплине себя развивать дальше. А у нас для этого есть все возможности, как у городского центра спорта, так и у спортивной школы «Олимп», для того, чтобы, соответственно, эти маленькие, только что полюбившие футбол, станут рано или поздно, возможно, звездами отечественного и мирового футбола. В каждой команде по 10-12 человек. Играют ребята по упрощенным правилам. В остальном же здесь все, как в большом спорте. Конечно, люди боятся мяча, который летит ему в лицо, но он будет загораживаться руками. Ну, ему это, скажем, простим. Ну, если он, конечно, не в штрафной площади. Ну, подкаты, да, подножки. Сейчас они будут бегать тут толпой, там будет киш-миш. Это очень сложно разобраться. Команда детского сада «Солнышко» к соревнованиям готовилась целый год. В 2021-м юным спортсменам удалось занять почетное третье место. Не намерены проиграть они и в этот раз. Мы в зале учились вести мяч, да, ведение мяча. А потом, когда погода позволяла, конечно же, мы тренировались на поле. Отбор у нас был жесткий, потому что много детей хотели участвовать, да, выйти на такое большое поле. Но самых сильнейших мы отобрали. Ребята в ходе отборочного тура обыграли своих соперников из детского сада «Яблонька» со счетом 7-0. Юные футболисты рассказали, что нужно для того, чтобы быть настоящими спортсменами. Кстати, на этот раз среди юных футболистов было довольно много девочек. К примеру, Софья Панина из детского сада «Улыбка» не считает футбол чисто мужским видом спорта. Ты уже решила, кем станешь? Когда вырастешь? Тренер по футболу. Ух ты, здорово. То есть тебе до такой степени нравится, да? Да. 26 мая ребят ждет полуфинал и финал первенства. Лучшие спортсмены будут отмечены наградами и ценными призами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова